Добрый день! В эфире программа «Дневной разворот. Разговор со слушателями». Заостряю ваше внимание, что именно «Разговор со слушателями». Номер нашего телефона 211-101. Сейчас озвучим тему, представим наших гостей. Анна Лапшина и Владимир Сметанин. Всем здравствуйте! Здравствуйте! Мы анонсировали эту тему в начале прошлого часа. Мы будем говорить о нелегальных перевозчиках. И я так понимаю, что речь пойдет прежде всего о нелегальных межрегионных перевозках. Мы уже договорились с нашими гостями, что про областной центр тоже будем говорить. У нас Сергей Федянин. В гостях начальник отдела транспортного надзора Министерства транспорта Кировской области. Все верно? Контроля. Контроля. Вот я тоже думаю, что слово «надзор» меня тоже так немножко как-то удивил. И Денис Парлок, генеральный директор компании «Киров пассажир автотранс». Здравствуйте! Здравствуйте! Добрый день! Конкретный информационный повод, информационное сообщение для нашей встречи. Ну вот я цитирую по изданию «Бизнес новости» в Кирове. Предприниматель из нашего города обратился к министру транспорта РФ Дитриху с просьбой разработать эффективный комплекс мер по борьбе с нелегальными перевозчиками. Зачастую местные власти не субсидируют регулярные автобусные сообщения. И монополия по перевозкам людей из небольших населенных пунктов до райцентров переходит к таксистам, которые работают зачастую нелегально. В общем, не первый эфир у нас на эту тему. Да, мы говорили уже, в чем основные минусы для государства и для бюджета. Эти люди непонятно, каким образом платят налоги. И мы говорили о том, в чем основной минус для пассажира. Эти люди редко несут ответственность за жизнь и здоровье. Те, кого перевозят, вообще не несут. Нет, ну, ты знаешь, есть же, мне кажется, все-таки ответственные предприниматели, даже те, кто занимается серым бизнесом. Извините, что уже затрагиваю эту тему, но это, извините, жизнь. По данным ГИБДД за 8 месяцев этого года у нас 100 человек почти погибло. Погибло, да, на дорогах Кировской области. Движение довольно активное, и эти аварии происходят регулярно. И, собственно, садясь в транспорт, никто из нас не застрахован, что это с нами не произойдет. Главная задача каждого водителя, как говорил мой автоинструктор, доехать до дома живым. Да, Сергей Николаевич, поясните, пожалуйста, ситуацию, что это за предприниматель. Можем мы озвучить его фамилию, почему именно он обратился, почему именно сейчас накипело у человека или что? Ну, это у нас всем известный предприниматель из Белой Холуницы, фамилия Возырянов. Это не секрет. Он занимается легальными перевозками? Он занимается легальными перевозками. Но, видимо, наболело. И он ведь пишет не конкретно о Белой Холунице, а поднимает проблему всего региона. Потому как... И даже, наверное, не нашего региона, а вообще региона. И вообще эта проблема присуща и другим регионам. То есть этот вопрос поднимается везде и рассматривается. Мы понимаем, что, да, существуют таксисты, которые вышли на рынок, которые ездят по регулярным маршрутам, зачастую не имеющие специального разрешения, зачастую. Но ведь это нужно еще выяснить. Нужно еще зафиксировать факт нарушения, что данный перевозчик не имеет разрешения. Поймать надо на месте. Главное, что он пассажирскими перевозками занимается, а не друга подвозит. Совершенно верно. Вы знаете, у нас в каждом муниципальном образовании на сегодняшний день созданы такие межведомственные комиссии, рабочие группы, которые занимаются или должны заниматься профилактикой, пресечением, выявлением вот этих незаконных перевозок. В маленьких муниципальных образованиях сложно этот вопрос решить. Почему? А зачастую пассажиры просто не дают никаких пояснений о том, что они использовали данное транспортное средство в качестве такси. Они договорятся с водителем, что несколько друзья поехали по Нилану. А он их предупреждает, что если нас остановят, вы должны сказать, что я вас везу не за деньги, а просто вы мои друзья, родственники, и вообще мы едем в совместную поездку у нас коллективную. Ну и боятся люди того, что в следующий раз их просто не посадят и не повезут. Да, ситуация такая, что во многих случаях все-таки нелегальные перевозчики, мы тоже это выясняли, когда они берут на себя, может быть, те маршруты, где легальных перевозчиков нет. Ну, знаете что, зачастую говорят, что он нелегальный перевозчик не потому, что у него нет разрешения, а потому, что он осуществляет деятельность и перевозит пассажиров по регулярному маршруту транспортных, по автобусному, на который получен паспорт маршрута есть, и все необходимые согласования пройдены, все документы получены. Но таксист, имеющий разрешение, он имеет право ездить по территории Кировской области, где он хочет и как он желает. Соблюдение всех требований норм безопасности. Он должен пройти предрейсовый медосмотр, контролить техсостояние транспорта перед выездом на линию, у него должна быть ремонтная база определенная, водительский стаж не менее трех лет, ну и так далее. Так, а вот этот предприниматель из Белой Холуницы, он в региональный Томитранс к вам обращался? Он неоднократно, мы очень хорошо знаем и постоянно общаемся. Он видит, что при всех этих обращениях вопрос кардинально не решается. Да, есть у нас мероприятия проводятся, мы отслеживаем. Я считаю, что вот этих нелегалов мы держим в определенных рамках, то есть и они полностью не заполонили, то есть одни нелегалы, и в то же время они присутствуют и мешают основным перевозчикам осуществлять свою деятельность, получать доход. Ведь вопрос-то из-за чего возник, что влияет на рентабельность и на доходность предприятия, осуществляющую перевозку пассажиров на межмуниципальном сообщении. Вот основная проблема в чем. Ведь никого не беспокоит он. И все индивидуальные предприниматели, они же не беспокоятся о том, есть разрешение, нет разрешения. Главное, их проблема, как они для себя видят, это снижение дохода. То есть снижение пассажиропотока. Снижение пассажиропотока, соответственно, снижение доходной части. Сергей Николаевич, пробовали ли вы с нелегальными перевозчиками садиться за стол переговоров? Знаете, что... В первую очередь их надо найти. Во-первых, как их надо найти? Ну, я имею в виду. Мы пробовали. Все знают. Вот снижение. Пробовали. На самом деле, более того, мы приглашали в апреле месяце представителя Министерства транспорта, Венера Гаяновна, начальник отдела Министерства транспорта. Она приходила к нам на автовокзал, мы собирали что-то вроде там собрания с таксистами, которые в то время находились на первом этаже автовокзала, которые, ну, как я уже говорил, они с 90-х годов там стояли, да, под различными там крышами. Мы озвучивали свои пожелания. То есть, да, у пассажира должен быть выбор. Однозначно, я там за здоровую живую конкуренцию нормальную. То есть, мы предложили там, с нашей стороны было несколько пунктов, которые, при соблюдении которых, мы готовы были и дальше сотрудничать с таксистами, но с легальными. То есть, должно быть разрешение, полученное в Министерстве транспорта, а уже Министерство транспорта пусть проверяет, все ли у них хорошо, там, или есть какие-то нарушения. Должна быть какая-то стойка, как в аэропортах, да, красиво, чтобы было там, есть касса автобусов, а есть стойка или касса такси. Альтернативная. Да, мы даже предоставили комнату отдыха для водителей, вот данных машин такси. А технический осмотр, предрейсовый медосмотр, тоже готовы? Это все с них, да, нас это не интересует. То есть, мы готовы были предоставить им инфраструктуру автовокзала с возможностью погрузки от платформы. В результате чего, да, все сказали, все будет идеально, но самое главное, мы акцентрировали внимание, что пассажиропоток наш падать не должен. Они нас уверяли, что у нас свой пассажиропоток. И люди приходят на автовокзал только потому, что все знают, что мы здесь кучкуемся, они приходят к нам сюда. То есть, они сами ездят по себе, набрали определенный круг пассажиров. Пассажиры наши, да, мы на ваши не претендуем. Мы, безусловно, пожали друг другу руки и решили проверить, как это будет на самом деле. На самом деле получилось все наоборот. Отказ за руки, за плечи, отводят пассажиров. Комната отдыха пустовала, когда бы я туда не заходил, а я на автовокзал езжу в неделю раз пять и проверяю его. То есть, всегда, когда захожу, комната отдыха пустует. Зачем мы ее тогда выделили? На первом этаже, как было 20 человек таксистов, так и оставались. Никакой стойки не было. То есть, все было озвучено, какие наши были пожелания. И при сотруднике Министерства транспорта они пообещали, что все так и будет. Но на самом деле, они начали еще больше, у них пассажирпоток увеличился. Кто-то ездил один рейс до Уржума в день, да, стало ездить 2 и 3 рейса, соответственно, о каком режиме труда и отдыха мы говорим. Но и три месяца вот так промучившись, мы все-таки приняли решение с ними распрощаться. Да, выросла выручка не только у киров-пассажиров автотранса, но и у областных перевозчиков. Причем выросла она ощутимо. После того, как таксисты ушли с автовокзала. Да, они сейчас находятся там недалеко от автовокзала. Это уже территория не наша. Все необходимые документы были написаны в администрацию. То есть, это их территория. Администрация здесь тоже должна быть заинтересована в том, чтобы казна пополнялась. Бюджет у нас дефицитный, принимается, соответственно, нужно пополнять казну. Поэтому вчера как раз приехала комиссия. Еще хочу озвучить по Зырянову. На самом деле это не спонтанно. Мы знаем, что предприниматель из Белых Лунистов, который обратился. Я считаю, что он дошел до министра. В ходе разговора с предпринимателем министр там принял решение. Это не спонтанно принятое решение Зыряновым. Это два месяца назад руководство госавтодорнадзора Кировской области, транспортная инспекция по-нашему, всех перевозчиков оповестило, что 7 сентября министр транспорта Дитрих будет проводить что-то вроде открытого стола, круглого стола. И то есть, можно к нему попасть на прием. День открытых дверей. Кто изъявит желание, напишите свои вопросы. Если их согласуют, то приезжайте, пожалуйста. То есть, все написали свои вопросы. Соответственно, эта встреча была согласована. Нельзя сказать, что он... Открыл дверь в кабинет министра и сказал. Да, что он побежал жаловаться. Нет, Геннадий Анатольевич, он один из хороших, серьезных перевозчиков, которого, в принципе, я уважаю. Соответственно, знаю, что он так же мучается с нелегалами, как и мы. Потому что у него выручка также, мы разговаривали, поднялась, когда мы выгнали тех перевозчиков нелегальных, которые ездили в направлении Белой Холуницы. А они тоже холуницкие? Они кировские или они холуницкие? И те, и те есть. Есть и холуницкие, есть и кировские, есть... Просто когда ты живешь в небольшом населенном пункте, когда ты всех знаешь, как бы ведь конфликт на этой почве. А я вам скажу, что даже таксисты между собой конфликтуют. Есть перевозчики, например, с Амутнинска, а есть кировские, которые ездят тоже на Амутнинск. Они между собой спорят. Знаю массу случаев, когда... Алеса друг друга полакалывали. Больше. Жгли машины, знаю точно. На трассе останавливали, подрезали. Водители страдали. Уезжали в Кювет или еще куда-то. Пассажиры страдали. То есть это война, которая продолжается уже очень долгое время. Соответственно, этому нужно положить конец. И, проведя вчера рейд, были сотрудники Госавтодорнадзора с Нижегородской области, с Москвы представители приехали. Все наши доводы и факты, они подтвердились. Вот, например, перевозчик, который ездит по направлению 119 маршрута, Бахты, он продает... Ну, первое нарушение. Тут налоговая должна среагировать максимально быстро. Продает билет за 22 рубля. В билете написано 16 рублей. 30% его дохода просто скрыто от глаз. Это ладно, еще билеты выдают. Остальные вообще не выдают. Остальные выдают билеты Киров-пассажир автотранса. Аня, это господин Шевченко, который был у нас в эфире. Подождите, он продает за 22 рубля теперь? Да. А сколько у нас сейчас стоит проезд? 22. 22. То есть он, когда приходил, он же дешевле возил, чем обычные автобусы, насколько я помню. Я, опять же, к Игорю Петровичу Шевченко отношусь положительно. Мы к нему тоже относимся как к человеку. У него ситуация такая. Кстати, билеты были распреднапечатаны давно, вот эти рулончики с билетами. Извините, у всех, может быть, что-то есть, какие-то минусы, но это же законодательство. Мы не имеем права, если мы хотим, отступать от каких-то рамок закона. А в области много перевозчиков, нелегалов ездят вообще по билетам Киров-пассажиров автотранса, которых у нас уже лет 10 нет. Нам приходят запросы часто от страха, из налоговой. Подтвердите, ваш ли это билет. Да нет, конечно, у нас таких билетов давно не было. Они что, просто взяли его, отсканировали? Берут, печатают, где-то старый оттиск печати достали и, соответственно, ездят по этим билетам. То есть это уголовно наказуемое деяние, подделка документов. Подделка, это же подделка. С ограниченными возможностями люди ездят, также через соцстрах им возвращают. То есть фактически обман пассажиров идет. Люди-то заплатили деньги, надеялись на то, что им возместятся. И суммы там немаленькие, там 300-900 рублей билеты. По этим билетам соцстрах не имеет права возмещать, я так понимаю, стоимость проезда. Кто-то не соответствует современной принятой норме, форме документ, конечно. В следующий раз, я думаю, что такой пассажир просто не сядет. Так, прошу прощения, давайте небольшую паузу, полминуты буквально, да, и продолжим. Сергей Федянин, начальник отдела транспортного контроля Министерства транспорта нашего региона. И Денис Парло, генеральный директор компании Киров Пассажир Автотранс, у нас в гостях. Говорил мы еще, еще, еще затрагиваем тему нелегальных пассажирских перевозок. Давай, слушатели, все-таки спросим, 211-101, пользуясь услугами перевозчиков, вы задумываетесь о том, законно он работает? Незаконно. Или это для вас уже далеко на втором плане? Володя, я уверена, что никто не просит никаких документов подтверждающих, а если даже что-то и покажут, то люди просто не разберутся, что это. Ну вот мне так кажется. Я говорю, что разрешение на деятельность такси должно находиться в транспортном средстве и предъявляться сотруднику ГИБДД и пассажиру по его просьбе. То есть любой пассажир... Как это выглядит, Сергей Николаевич, поясните, это что, это бумага? Это бланк, бланк строгой отчетности, номерный бланк, который выдается Министерством транспорта. Там прописаны все реквизиты, кому выдано, на какое транспортное средство, срок действия этого разрешения. Сколько сейчас госпошлина, или не госпошлина, это там... Тысяча рублей, срок действия разрешения 5 лет. 5 лет. Тысяча рублей на 5 лет. На 5 лет. И вот это вот экономится. Или экономить пытаются не на этом, а на техосмотрах, медицинских осмотрах и всем остальном. То есть в этом проблема. Ну и в доходах, да? Ну и да, скрытое налогообложение. Ну мы призываем наших слушателей все-таки звонить 211-101. Вот вы, когда пользуетесь услугами перевозчиков, вам важно, легальные они, нелегальные. Просили ли вы когда-то у них разрешение? Смотрели ли какие-то документы? Жаловались ли, может быть, если вам была оказана услуга ненадлежащая? Вот эти люди, которые сдавали билеты и не получили возмещение по этим левым бумажкам, может быть, вы позвоните, пожалуйста, 211-101. А я еще добавлю. Вот смотрите, подъезжают по вызову такси. Вызвали такси по телефону, сообщили, что к вам подъедет такое-то транспортное средство, такой-то номерный знак или СМС, или там автоответчик ответил. Это уже неважно. Но приезжает транспортное средство без каких-либо опознавательных знаков. Без шашек мы имеем в виду. Да, у него нет ни фонаря, по которым мы бы поняли, что да, вот она, такси, ко мне подъезжает. Ни светографической схемы, то есть, условно говоря, на боках шашечки. Ну, ничего нет. Ну, ни информации в салоне, ни о водителе, ни о чем. Ничего. Но, тем не менее, никто не задается вопросом, а легальный, нелегальный. Приехала, слава богу, и сел, поехал. Если еще цена небольшая, никто никогда не пожаловался. Ну, сейчас красная фонарь в городе, что, 100 рублей можно дать? Раньше были жалобы на перевозчиках. Но, в основном, в чем заключалось, что чек не выдал. Ну, бланк строго отчетности, подтверждающий оплату за проезд. Если кому-то надо, да, таксист. Если я прошу, выдают чек. Наверное, это больше всего. Таксистом одно из популярных диспетчерских служб. Я точно знаю, выдают некие бланки, если пассажир попросит. Подтверждающий оплату за проезд. Ну, вот все. Таксометров нет, договорная оплата идет заранее, поэтому таксометрами никто не пользуется. Я прошу прощения, а таксометры это что? Вот то, что я вижу в такси, планшет, на котором там отображается, это не оно? Ну, не совсем оно. То есть оттуда информация никуда не уходит и не фиксируется, да? Никуда не фиксируется. Это просто человек, это программа. Да, диспетчерская служба, и у него своя программа на телефоне у таксиста, и он просто, ему заказ пришел. Тут же в навигаторе, зачастую я видел в навигаторе, они вбивают адрес, и мы ехали, цена установлена. Либо установлена цена, либо по факту, по времени щелкает. Сергей Николаевич, вот сколько лет уже об этом говорим? Вообще никакого права нельзя найти? С 2011 года, когда он принял закон о такси, в 2011 году, в апреле 2011 года. Ну, там одна статья только касается деятельности такси, где все предусмотрено, что должно быть, какие документы он должен подать для получения разрешения, срок действия разрешения, ну и так далее. Какие условия должны соблюдать водители, индивидуальные предприниматели, получившие разрешение. Там все прописано, и про прохождение предельских медосмотров, и осуществление контроля техсостояния автомобиля перед выездом на линию, и о водительском стаже водителя, и так далее. Все, все прописано. Так, но почему же не получается? Потому что Владимир, граждане несознательные. Я думаю, знаете, чего мы ждем? Вот как плохой пример, но показательный, зимняя вишня, да, когда виновные сказали, что нас не проверяли, не хотели кошмарить бизнес. Потому что мы малый бизнес. И Владимир Владимирович сказал, вы не путайте вещи, не кошмарить бизнес, и действовать вне рамок закона. То есть, когда это угрожает жизни и здоровью людей, то нет понятий, там, кошмарить бизнес, должны проверять по любым основаниям. И здесь так же у нас. То есть, когда начнутся массовые какие-то, не дай бог, ДТП со смертельными отходами. Они есть уже, Денис. Они есть, но их не... Сколько примеров на федеральной трассе авиации? Их не озвучивают почему-то. Я уже пример проводил, что у нас в этом году несколько нелегальных таксистов разбилось, и люди пострадали немало. Но нигде в СМИ о них нет информации, что это нелегальный таксист. Да, разбился там микроавтобус, всем человек пострадал. Нет, это в сутках ГИБДД просто проходит как, ну, как, по стандартной схеме. Столько-то летний водитель выехал на встречную полосу, не справился с управлением, бац, а уж... Совершенно верно. А зачастую за этим стоит нелегальный таксист. Более того, я просто подписан на группу социальной сети в Москве, ДТП Москвы. В неделю раза по три вижу перевернутую машину такси. А там они отличаются легко, они желтые. Да, там приняли закон. Три раза в неделю минимум я вижу перевернутую машину на МКАДе, на Кольцевой. То есть они летают просто, чтобы перевернуться в машине, то надо ехать не со скоростью, а со скоростью. Ну, по Москве часто гоняют. И поэтому, когда дойдет вот такая волна и до регионов, тогда начнут думать, наверное, «Е». Может быть, уже начали. Нет, я должен... Что за правильный? Вот смотрите, на сегодняшний день у нас, да, мы плановые проверки не проводили, потому что был наложен мораторий, уже об этом говорилось. Это вот на проверке бизнеса, да? Да. Да. Но мы сейчас проводим контрольные рейдовые мероприятия. Контрольные закупки? Нет, не путать контрольные закупки. Вызываете, приезжаете. Рейдовые мероприятия, это выходит, значит, группа... На трассу. Полиция, ГИБДД, Мугаден наш, сотрудники Министерства транспорта. Ну, полиция, ГИБДД вам нужны для того, чтобы... Они имеют полномочия для остановки транспортного средства и для проверки документов, да? Вот. И проверяют деятельность перевозчика. То есть вы их на пунктах ДПС останавливаете или можете остановить в любом месте? По административному регламенту, Анна, в любом месте сотрудник сейчас может остановить что-то с октября прошлого года. Я не сталкивалась просто. И вот на сегодняшний день у нас уже 9 таких совместных... А, вчерашний и сегодняшний день, то вот уже 11 уже таких совместных... Это за какой период? В этом году, в смысле? Это с апреля месяца. С апреля. С апреля. С 11 рейдов было? 11 рейдов. И плоды не было? 22 административного материала, 20 предостережений вынесено. Сколько материалов? 22. 22. 22. Но если вот вчерашний не считать, и сегодня может результат сегодня будет. Так там штраф 5000 рублей всего-то. А 74 тысячи рублей общая сумма штрафов вынесена. Вот за эти 9 материалов. Ну, и оштрафовали, а он сел, дальше поехал, так? Ну, совершенно верно. Это то же самое, что нам Александр Сидельников рассказывает. Руководитель управления предпринимательства и потребительского рынка. Про продавцов уличных продукций, плод овощной, да? Что мы приезжаем, изымаем у него продукцию, ему говорим от АТА и уезжаем. Через 2 часа едем мимо, он снова стоит. Ну, проблема... Участокная санкция низкая у нас для нелегального бизнеса. Вот и все. Ага. Проблема в чем еще? Я сегодня уже говорил об этом, что, к примеру, отсутствие фонаря, опознавательных фонаря от такси, это для водителя 3000 штраф, для компании, значит, для основного лица 10 тысяч, а для юридического лица для компании 50 тысяч. Соответственно, незаконная установка этого фонаря тоже карается. Это фонарь, 50 тысяч, в то время как нелегальный перевозчик от 500 до 2500 рублей, от 500 рублей. То есть, несопоставимы вообще. То есть, штрафы вообще несопоставимы. Поэтому уходит... А как менять? Ну, вот можно ли? Как менять? Федеральные законодательства? Да, законодательства, да. Потому что, на самом деле, сейчас мы уже с Сергеем Николаевичем плотно на протяжении полугода работаем по нелегальным перевозчикам и должен отметить, что Минтран свои функции выполняют хорошо, и УГДН сейчас, на самом деле, начали тоже работать. Но, видите, это пока все не быстро. Выбрали несколько перевозчиков, на которых сейчас, скажем так, обкатываем судебную нашу практику. И как только будут положительные моменты, у нас тоже есть сейчас по одному перевозчику дело в суде. Мы подали на возмещение дохода, УФАС признал его деятельность незаконной, хотя он прикрывался звездными перевозками. Мы посчитали, что за год он нам нанес ущерб в размере 5 миллионов рублей, соответственно, подаем на него в суд, и тут уже будет зависеть от решения суда. На какую сумму он попадет? На каком направлении? Это Богород. А это, кстати, хороший пример. То есть это уже не 5 тысяч рублей, не 500 рублей. И тут уже люди задумаются. Второй положительный момент, вот я уже начал говорить, произошло вчера как раз по этому же перевозчику, начали применять по статье 11.33, это без карты маршрута, на юридическое лицо до 300 тысяч штраф, начали применять систему конфискации автомобиля. Но поскольку у нас там некоторые штрафстоянки не могут принять автомобиль. Это, видимо, такая обеспечительная мера, да? Да, отдают собственнику, если он рядом, на ответственное хранение, но собственник не имеет права заниматься перевозочной деятельностью, пока не будет решения суда. Это месяц и два может произойти. То есть если второй раз повторно его сейчас увидят на этом автомобиле, то будет уголовное дело. Соответственно, сейчас вот опять же ждем, когда будет решение суда. Если все это устоит, то уже по накатанной, я думаю, что транспортная инспекция начнут изымать транспортные средства. Это бахтинское направление? Да, направление бахты. Бахта. Так, реклама. Давайте на рекламу сходим. Сергей Федянин, начальник отдела транспортного контроля Минтранса регионального и Денис Пролок, генеральный директор Киров пассажиров Татранс. У нас в гостях небольшая пауза. На невежливых водителей, когда водитель отказывается приезжать, потому что случайно принял этот заказ. Ну, по крайней мере, я в соцсетях встречал такие случаи. Ладно, продолжаем наш разговор. Сергей Федянин, начальник отдела транспортного контроля Министерства транспорта. Денис Пролок, гендиректор компании Киров пассажиров Автотранс в нашей студии. Продолжаем мы говорить про нелегальных перевозчиков. Ну, вот про меры воздействия нам Денис рассказал буквально перед выходом на рекламу. Суммы звучали серьезные, мне-то кажется, что это в некотором смысле, может быть, заставит кого-то задуматься. По крайней мере, если мы говорим о межмуниципальных перевозках, то, что вы можете предъявить. Вот с городскими такси, я так понимаю, в этом смысле, Сергей Николаевич, сложнее. То есть им-то никто не выставит недополученный доход. Надо искать какие-то иные. У вас сильные юристы, да, Денис, раз вы такие вот ходы ищите, нестандартные, недополученная прибыль? Тут не столько дело в юристах, сколько, ну, понятно, что должны быть и профессионалы, и юристы, и экономисты, которые могут насчитать. Ведь суды могут и не согласиться на эту сумму, и нам надо будет ее обосновать. Мы не просто так ее с потолка берем, то есть мы полностью высчитываем пассажиропоток, сколько дней в неделю они работают, сколько рейсов. И полностью все это показываем. Но вот аналогия, я говорю, в Морел по подобному случаю, то есть почему мы и начали эту практику применять, по опыту Морел. Там перевозчик подал на 2 миллиона в суд, выиграл миллион там 200, по-моему. То есть, ну, подадим на 5, вдруг 4 выиграем. И таких перевозчиков у нас сотни. Когда по срокам вы уже собираетесь затревать это все? У нас все уже готово, я думаю, что это, наверное, месяц-полтора, а пока все обжалования апелляции пройдут, наверное, до полгода утянется. А я вот прошу прощения, у меня сейчас мысль такая, а у перевозчика, с которым вы судитесь, у него вообще есть с чего выплачивать вот эти вот деньги, которые ему, может быть, присудят? Если у него ничего в собственности, например, не окажется, никаких активов нет, это не ваша проблема, разумеется. Но просто это тоже способ уйти от ответственности, как я понимаю. Согласен, да. Ну, вот пример, что Орловский перевозчик нелегальный, есть только Хапиков, на нем висит 2 миллиона по судебным приставам долга, ну, как раз за штрафы транспортной инспекции. На нем ничего нет, к нему пристава не могут прийти что-то писать, автобус не его живет там, не на своей квартире. В общем, в собственности ничего нет. Взять нечего из человека. Есть такие, да. Ну, вот. Но все-таки мне кажется, что как-то вот в цивилизованное русло все-таки мы должны перевозить вот эти перевозки, и прежде всего, наверное, граждане должны в этом участвовать, потому что рейды это хорошо, вот эти все контрольные, да, но вы все-то все равно не выловите и не пресечете. Особенно пока законодательство не позволяет какие-то прям вот драконовские меры применять к нелегалам, ничего работать не будет. А на местном уровне мы что-то можем ужесточить, Сергей Николаевич? Вы знаете, я вам что скажу. Вот вчера у нас было совещание у первого заместителя представителя правительства Кировской области по вопросу... У Чурина Александра Анатольевича. Да, у Александра Анатольевича. На котором присутствовали и представители Министерства транспорта Российской Федерации. Это вот Алла Петровна Солгубова, замдиректора департамента госполитики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Министерства транспорта Российской Федерации. И Валерий Викторович Николаев, замначальника управления госавтодорнадзора Федеральной службы по надзори в сфере транспорта. Основная повестка дня была о пресечении деятельности нелегальных перевозчиков и о выработке комплекса мер по пресечению этой нелегальной деятельности. А какие предложения прозвучали? Сейчас мы формируем пакет предложений, который войдет в решение этого совещания, который будет обязательно исполнен. И вот вы сейчас сказали об общественности. Вот один из пунктов будет это широкое привлечение общественности и освещение в средствах массовой информации результатов деятельности по работе, по предотвращению нелегальных пассажиров перевозок. То есть общественности. Ну мы понимаем о чем это. Ситуация, это мониторинг, то есть понимание ситуации, где, сколько, кто, когда. И, соответственно, планировать свои мероприятия контрольные где-то с полицией, где-то, может быть, самостоятельно. Я имею в виду, что полиция, это ООПАС, те, которые работают на потребительском рынке, это с целью изъятия транспортного средства. Опять же, усилить работу и довести ее до нужного показателя, чтобы вопрос об изъятии транспортного средства был отработан. Денис, у вас есть уже конкретно сформулированные предложения, как у руководителя крупного перевозчика? Ну, предложения схожие с предложениями, которые были озвучены на комиссии. Во-первых, это нужно воздействовать на сознательность людей. То есть я уже приводил пример, мне часто приходится и в соцсетях вступать в полемику с людьми, которые говорят, да пусть ездят нелегалы. Хорошо. В конце концов, да, они деньги зарабатывают. Вы хотите бесплатно, пусть все переубиваются, да? Да, но только смотрите, Киров пассажиров Татранс в год уплачивает налогов на 90 миллионов рублей. Эти налоги в том числе идут на лечение детей. В общем, это ваша социальная ответственность. Соответственно, нелегалы, я уже приводил массу примеров. То есть из 70 машин, которые вокруг автовокзала, мы проверяли их, только у 20 есть разрешение. Соответственно, если нет разрешения, у них нет ни ИП, ничего, они не платят вообще налогов. То есть это только у автовокзала. Сколько у ЖД вокзала, их еще больше там стоит. А я знаю, зачастую эти люди там где-то оформлены, у них есть официальное место работы, но вот у них выдался свободный денек, они приехали сюда. Я думаю, даже они не оформлены. Все работают по серой схеме. Многие, по крайней мере, по серой схеме. Не-не-не, я имею в виду... Володя имеет в виду в другой отрасли. Не-не, я имею в виду, они оформлены где-нибудь к очегарам, предположим. У них сегодня выходной, вот он приехал. Да, может быть. И, соответственно, когда принимается бюджет, там много кто недоволен этим. Но где тогда, как его пополнить, если мы даем заработать нелегальному бизнесу? Ну, тут масса примеров тоже есть. Нельзя прийти в магазин, да, со своими продуктами и начать их продавать. То есть для этого все равно нужен определенный перечень документов и много процедур, административных нужно пройти. Соответственно, здесь так же. И пока пассажиры не поймут, что это зло, то, ну, наверное, сложно будет их победить. Даже штрафные санкции. Так же, как вот зал за управление автомобилем в алкогольном опьянении. 30 тысяч штраф. Считается, что это весомый штраф. Весомый день. Ну, сейчас собираются его ужесточать опять? Больше, чем заработная плата многих жителей города Кирова. Но все равно ездят. И повторно попадаются. Сейчас до 200 тысяч, по-моему, да, хотят увеличить. То есть, ну, не совсем, наверное, будет действенно завышенными штрафными санкциями победить. Тут нужно как-то уже через подсознательное мышление. Ну, кстати, всевозможные службы такси еще достаточно активно. Рекламную кампанию проводят, да? Да. Там, приходи, работай водителем, будешь там в шоколаде на машинах. Даже, например, суммы нанесены столько, то у тебя будет заработная плата. Давай, иди к нам скорее. Смотрите, два примера могу привести, если позволяет время. УЖД вокзала. Знаю точно, общался с водителем. Это вот где парковочка, да? Да. Водитель имеет свой микроавтобус, его личный. Ездит на Сыктывкар нелегально. Ему набирают пассажиров, он отдает ровно половину. Он должен до Сыктывкара и обратно привезти 30 тысяч, а едет за 15. Половину он отдает тому, кто ему набирает людей. А кто ему набирает людей? Это человек за кассой сидит? Нет. Где-то там сливает информацию? Нет, несколько человек, у которых там свои, что-то вроде там менеджеров, да, которые ходят, набирают. Есть даже до того, что дошло, что в поездах ходят, спрашивают, куда вам нужно ехать. То есть, ну, такая сеть развита серых схем. Подождите, но вот здесь-то ведь все же как бы понятно. То есть, эти люди, они никуда не деваются. Они вот стоят прямо вот на этом пятачке, я их постоянно вижу. Кругом камеры, видео. У них-то документы можно ведь проверить, я так понимаю, да? Я про это говорю, что необходимо. И выгнать их оттуда. Про межведомственную вот эту комиссию я уже говорил давно. Необходимо и налоговой, и прокуратуре активизироваться. И понятно, что ГИБДД, и транспортные инспекции, и совместные рейды какие-то проводить. И прийти на автовокзал, на ЖД-вокзал, я уверен, туда там несколько месяцев можно не вылазить. Потому что они печаты, игра и работают. Второй пример. Лебяжье. Маршрут, который прекратил свое существование из-за того, что нелегалы ездили. Водитель, который ездил в автоколонии в Лебяжской на микроавтобусе, после прекращения маршрута купил себе старенький микроавтобус и сам ездит, не имея никаких разрешительных документов. Ну, а ему же все доверяют, потому что это же Лебяжье. Все же друг друга знают. Он столько лет возил, естественно, все ему доверяют. Семь дней в неделю, насколько я знаю, без выходных, да, там все равно все люди. Я один, бессменного водителя. Ну, насколько я знаю, да, могу ошибаться, но вот мне такую информацию довели. Тяжело. Все мы люди, там, кто-то отметил день рождения, садится за руль и все равно едет, потому что деньги нужно в дом нести. Да нет, даже не в дни рождения дело, просто без выходных, семь дней в неделю за рулем постоянно в условиях концентрации внимания. Да, и сейчас мы начали обслуживать этот маршрут, возобновили, и он, да, является нашим конкурентом. Какой автобус запустили? Мерседес-принтер, который ходил до этого, автобус... Маломестный, да, небольшой? 19 мест, да. 19, да. Слушайте, а мне кажется... Он не наполнялся еще ни разу. Есть такая хорошая история, я прям не знаю, вот сколько зарабатывает этот нелегальный перевозчик на перевозках. У меня воспоминания, автовокзал в Лебежице так же выглядит? Или там подремонтировали как-то? Там, насколько я знаю, я там еще сам не был, но, насколько я знаю, он пока прекратил существование, но хотят в ближайшее время... Отремонтировать. ...возобновить его, да. Отремонтировать не знаю, но хотя бы пока возобновить работу. Мне кажется, ведь с этого года у нас, по-моему, в ППМИ разрешили брать как раз вот автовокзалы, как один из объектов, которые можно делать. Это тоже хорошая история. Да, насколько я помню. Надо посмотреть. Надо посмотреть. Вот. А я говорила о том, что, может быть, выяснить у этого товарища-то в Лебежице, сколько он зарабатывает на перевозках своих, и предложить ему зарплату, чтобы ему выгоднее было с вами работать. Да не пойдет. Не пойдет. Человек купил автобус, залез там в кредит, наверное, какой-то... Все понятно. Не надо платить никому. То есть он работает сам на себя, может быть, даже на пенсии на какой-нибудь там военной, да, или еще что-то. То есть ездит и схватает и на жизнь. Когда хочет, тогда едет. Тут же не надо ему содержать ни механиков, ни медиков, ни диспетчеров, хотя это все по законодательству обязаны иметь там. Мы все это содержим, и, безусловно, у нас вообще хозяйственные расходы высокие из этого всего. Я вот вам честно скажу, я после нашего предыдущего эфира тут думала о том, что мне, возможно, придется ехать в Казань, и придется ехать в Казань автобусом. И когда я начала выяснять, каким образом я могу добраться, и поняла, что, значит, есть какие-то автобусы, которые отходят от определенной точки в определенное время, у меня была первая мысль. Я не понимаю, эти люди легально меня повезут или нет. То есть когда раньше была история с турагентствами, они на больших вот этих вот туристических автобусах свои группы отправляли, там я, по крайней мере, знаю, что да, вроде как кто-то несет ответственность, а здесь я вообще не понимаю, кто это, что за люди. Ну, то есть вот мы приходим, например, в Казань же люди часто ездят, да. Что люди должны попросить, во-первых? 30 секунд. Ну, в Казань, смотрите, на автовокзале расписание только с автовокзала ездят легальные перевозчики в район. А все остальное нет? Все остальное – это нелегальные перевозчики. Понятно. Ну что ж, тема острая. Тема серьезная. Давайте все-таки думать над действительно мерами. Вот давайте после того, как предложения будут сформированы по итогам мероприятия. Порядок не ведут все-таки, а наводить порядок, безусловно, надо. Я думаю, что надо встретиться еще раз. Я согласен с Денисом, который тут упомянул «Зимнюю вишню». Мы что получается, извините меня, автобуса трупов ждем, да, которых отправит на тот свет водитель нелегал. И тогда начнем что-то шевелиться. Или вот как-то сейчас уже собираться с этим. Спасибо большое, Сергей Федянин, начальник отдела транспортного надзора. Контроля. Контроля регионального Минтранса. И Денис Порлок, гендиректор компании «Киров Пассажир Автотранс». Всего доброго, до свидания. До свидания. До свидания.